Для ветерана Николая Никулина было неожиданно и в то же время приятно увидеть на пороге своей квартиры руководителя исполкома нашего муниципального района Дмитрия Иванова, который пришел поздравить ветерана с 70-летием Великой Победы. С наступающим праздником! Здравствуйте! Мурашки по телу бегут, потому что... Я должен до 70-летия Победы. Живите, вы, слава богу, крепкие, живите долго. Напомню, что еще 17-летним юношей Николай Никулин на себе почувствовал все тяготы войны. В ноябре 1943 года эшелон с новобранцами, среди которых был и наш герой, прибыл Паджитомир на пополнение 375-го гвардейского отдельного танкового полка 1-го Украинского фронта. С начала боевого крещения Николаю Кирилловичу вместе со своими служивцами удалось освободить практически всю территорию Украины, когда их перебрасывали с одного фронта на другой. Однажды пришло направление солдатам на пополнение 224-го отдельного танкового полка резерва главного командования. И вот уже в составе этого войска Николай Никулин дошел почти до Берлина. Дмитрию Иванову интересно было узнать о судьбе фронтовика, о боевых эпизодах с его участием, о том, как сложилась его жизнь в мирные годы. Навестил в этот день Дмитрий Иванов и еще одного участника Великой Отечественной войны Сергея Арсентьева. С болью в сердце ветеран поделился с гостем своими воспоминаниями о войне. Ну, тогда что было мне? 12, что ли, 13 лет. И идет к обеду. А, получилось, мы работали в поле. Пацаны, ну, помогали по уборке, все там туда-сюда. А, Синокос. И вот на лошади приехал и кричит, война началась, война началась. Это где-то часам в два, в три, наверное, уж вечера. Ну, вот. Ну, мы все пацаны такие, нас патриотами тогда воспитывались. И вот, ух, мы им тут дадим, этим немцам туда-сюда. Ну, вот, видите, как получилось. В 1943 году Сергея Ивановича, наконец, призвали в армию. И поездом отправили его на Дальний Восток, где и определили в пехоту. Пока шла война с Германией, Сергей Иванович охранял границу с Японией, так как не только от немцев в те годы исходила угроза. Я только с Японией воевал. Вот. Мы тут стояли на границе в Манчжурии. Манчжурской границе перешли. И в Харьбин. Японцы, тут Квантунская миллионная армия стояла. Вооружённая до зубов. Они нас там, конечно, во время войны шухали. Ну, и потом уж мы их начали шухать. И вот так. До Харьбин взяли. Потом японцы начали отступать на Китай. С Китая мы их выгнали, значит, они в Корею. Вот. В Корею мы, значит, вот прошли через Малый Хинган. А потом уж вот через Большой Хинган. Вот. В основном, вот эти бои были на Большом и на Малом Хингане. На Большом Хингане нас, конечно, поколотили маленько. И мы их поколотили. Вот. Сопка. Ночью. Сплошной огонь. Ничего не видать. Только пули свистят. А сопки всё равно, японцы кричат. Русские не стреляйте. Потому что их они окружены были. И потом уж утром вот пошли туда на сопку. Их ни коней живых не осталось. Все к пулемётам, этими наручниками прикованы. Для того, чтобы не отступали они, не убегали, вот стреляли по нас. Воспоминания ветерана ещё долго не утихали. И каждые эпизоды военного времени имеют огромную ценность для нас, подчеркнул Дмитрий Иванов. Впереди ещё немало встреч с участниками Второй мировой. И для каждого из них найдутся свои слова признательности и благодарности за великую победу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...